Жилой комплекс «РАЗ-2-3» пока не входит в реестр проблемных домов, но претендует на включение в него. Всё дело в том, что застройщик вышел за рамки утверждённого проекта. Во-первых, нарушил площадь застройки. А это этажность. Вместо 25 появилось 26 этажей. Он разделил цоколь, который планировал под парковку, на два этажа, чтобы преобразовать его в коммерческие торговые площади. И это ещё не всё. Была договорённость, что они строят школу на своём земельном участке, а мы у них выкупаем. Но есть такая схема в Краснодарском крае. Школа меня уже не волнует. Без него как-то будем. У нас проект по корректировке генплана. Мы проектируем, что там будет школа и будем её строить. Меня сегодня больше волнует дольщики. Сегодня таких в комплексе «РАЗ-2-3» – 280. Несмотря на то, что объект полностью готов, он не может быть сдан. И дольщики не могут заселить оплаченные квадратные метры. Все отклонения от первоначального проекта застройщик должен оформить документально. Людей главное не вводить в тот смуту, в который вы их вводите. Вы должны сделать всего-навсего корректировку проектной документации. У вас должны оказаться 26 этажей, которые вы построили. Помимо этого вы должны пройти отклонения от предельных параметров на строительство, пройти общественные службы, получить эти киты новые. И под это уже откорректировать документацию и зайти на новое разрешение на строительство. Несмотря на то, что у мэрии нет полномочий контролировать и как-то влиять на ход возведения многоквартирных домов, с проблемными объектами город работает, оказывает всяческое содействие, проводит встречи с застройщиками и дольщиками, чтобы покупатели недвижимости как можно скорее заселились в свои квартиры. Прогресс есть. За прошедший год количество дольщиков значительно уменьшилось. Из 28 таких проблемных домов осталось всего 18. До конца не решена и проблема многоквартирных недостроев, признанных самовольными. Покупатели недвижимости в них по закону не считаются дольщиками, но на совещании впервые пригласили и их. По каждому из объектов администрация готова оказывать содействие, искать законные способы решения ситуации. Всего в краевом реестре в этом году числятся 30 таких объектов. Для сравнения, в 2015 году их было на сотню больше.